Друзья, всем привет! Впереди сезон открытой воды, лодочный сезон, и у меня частенько спрашивают один интересный вопрос. Илья, а чем ты пользуешься в качестве сигнализации или какого-то средства, которое обезопасит наши лодки, наши двигатели? Я уже не первый год пользуюсь сигнализацией Циклоп. Это сигнализация, ну скажем, я называю лучевая, не знаю как правильно это называется, да, то есть эта сигнализация бьет луч и охраняет периметр, скажем так. Сигнализация довольно-таки неплохая, обзоры на сигнализацию я где-то делал у себя в видео, можно посмотреть, но в определенных условиях этого мало. То есть классная, хорошая сигнализация. На сегодняшний момент ничего лучше сигнализации, которую по периметру бьют, я не находил. Но мне, как бы скажем так, пришла идея, то есть в свое время, наверное, лет 10 назад, думаю, почему, ко мне попал просто велосипедный, да, вот знаете, такие вот, которые заматываются, тоже, значит, на ключ закрываются, и они еще с сиреной, то есть если мы их откусываем, они начинают орать. Вот попался такой, но он был короткий. Вот, я пытался им, значит, тоже пользоваться, лодку с двигателем сцеплял, вот, одно время пользовался. Ну, а потом понял, что, допустим, ту же самую лодку можно от берега-то, да, отчалить, и она по течению уйдет, и там ее орет, она и орет, там, ну, скажем так, как бы, отсоединили, утопили, и больше она не орет. Вот, откусили, утопили, да, и больше не орет. Вот, а думаю, как же, что же, почему же такой длинный шнурок никто не сделает, допустим, шнуровую сигнализацию, и, там, лодку замотать, там, двигатель, там, еще что-то, там, и все это дело примотать, грубо, да, и подключить к аккумулятору, к сигнализации, пусть она, грубо, там, все это дело, как говорится, сохраняет и держит на привязи. Вот, долго думал об этом, никто это не делал, и тут вдруг появились видео о шнуровых сигнализациях. Я тут же, в принципе, вцепился, говорится, в эти видосы зубами, начал искать непосредственно производителя, и я вышел на одного из производителей, контакты дам под видео, кому интересно, звоните, там, у этого человека есть несколько вариантов сигнализации, у меня, наверное, одна из самых простых. Правда, намотал я сюда шнуркам, по-моему, метров пятьдесят, с ним память не изменяет, по-моему, пятьдесят метров я заказывал, точно не помню. Вариант сигнализации у меня один из самых простейших, то есть без всяких каких-то, там, этих, не знаю, там, как называется, блокираторов, предохранителей, там, не знаю, чего. То есть смысл в том, что разомкнул, а она заорала, замкнул, а она перестала орать. Можно заказать сигнализацию, где разомкнул, и замкнуть уже не получится, то есть она по-любому будет орать. Останется, чтобы ее угомонить, заглушить, чтобы она не орала, чтобы она замолчала, нужно отсоединить питание. То есть, в принципе, как бы, да, с функцией, вот, когда замкнул, и только, чтобы ее заглушить, нужно контакт отсоединить, вроде бы хорошо, но, с другой стороны, вроде бы, как это тоже не совсем удобно. Поэтому я заказал себе простейшую сигнализацию на разрыв, и если мы ее замыкаем обратно, она, грубо, ну, замолкает. Теперь, короче, напрашивается вопрос, ну, то есть, разомкнул, отсоединил ее, да, и замкнул, то есть, там, секунду напорал, и ты ее заглушил. Вроде бы, как это возможно, но, если сделать несколько хитрых ходов, то это уже просто реально невозможно, и нам придется послушать сигнализацию, ну, секунд 5-6, а то, может быть, и 10. После такой музыкальной паузы, я думаю, проснется не только хозяин, но еще и недовольные соседи, которые выскочут, и вместо хозяина еще вам по шеям надают, кто будет вскрывать. Так вот, значит, что мы делаем? Вот сигнализация, идет у ней шнурок, шнурок, я говорю, у меня 50 метров. Нам нужно вот этот шнурок обмотать вокруг разных-разных-разных-разных, значит, ну, скажем, каких-то ручек, швартовочных уток, петель. И, там, не знаю, ну, примерно на прицепе здесь раза три обмотать вокруг рамы, да, здесь тоже раза три обмотать. И чем больше мы обматываем, потом, значит, можно обмотать ящик какой-то лодки и дойти до непосредственно двигателя. И двигатель еще тоже можно здесь обмотать, тоже, скажем, пару-тройку раз вокруг, скажем, вот этих проводов. Чем больше мы раз все это делаем, чем больше мы сделаем вот этих витков вокруг каких-то объектов, тем, соответственно, нам придется дольше распутывать до того момента, когда замкнуть сигнализацию нам придется. То есть мы ее разомкнули, начинаем разматывать. Мы ее разматываем, разматываем, она все орет, орет. Нам приходится еще разматывать, мы матереемся там, да, ну не мы кто, жулики всякие. Вот. И вот все, вроде последний рывок, мы замыкаем ее, и тут нам весом по башке сзади, короче, дает хозяин. Вот. Вот смысл заключается в этом. То есть не просто один раз обмотать сигнализацию, а обмотать ее множество раз. Этот шнур обмотать, как змеей, множество раз вокруг разных объектов. Таким образом мы предохраняем себя именно от быстрого замыкания. То есть, да, разжали ее, допустим, там, хоп, выдернули с какой-то петельки и зажали. Все, она перестала орать. Это если мы один раз обмотали. А если мы много раз обмотали, нам, соответственно, разматывать, 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 разматывать. Когда мы размотали, там, бац, замкнули. Ну, а тут сзади, как повторюсь, раз весом нам по башке. Вот. Им по башке. Вот. Нам не надо. Мы хорошие. Мы правильные люди. Ну, а теперь, друзья мои, давайте я, наверное, попытаюсь показать все наглядно. Именно на примере как раз лодки, ну, своей лодки. Сигналка находится вот на такой бобине. Это непосредственно, значит, ну, сам сигнал. Не помню, откуда он взят. Это вам человек тоже там, если интересно, расскажет. Я не буду вдаваться в подробности. Шнур. Толщина шнура тоже, толщина шнура тоже может быть разная. Вы заказываете, ну, по усмотрению. Вот. Значит, система прерывания. Сейчас я покажу, как это делается. И, значит, концы, которые кидаем мы на аккумулятор. Итак, вот у нас концевик, который потом будет замыкаться. Концевик, ну, с лампочкой, с датчиком. Что мы обматываем? В принципе, я говорю, можно начинать с двигателя. То есть мы обматываем двигатель и идем сюда на завершение. Но не буду я сейчас это все процесс делать. Вот я вам покажу, допустим, на момент рейлинга. Вот так, допустим, мы обмотали вокруг рейлинга. И теперь, чтобы нам разомкнуть, придется это все дело распутывать. И чем мы будем больше это дело разматывать, распутывать, тем она будет дольше орать. Вот еще один объект, да, где мы обмотали. То есть обмотали здесь несколько раз, обмотали там несколько раз. И здесь мы уже как бы сделали финиш. По пути даже, если мы из лагеря идем, скажем так, да, то есть тащим провод, параллельно обматывая его. Ну, к примеру, можно, какой-то у вас есть там шезлонок дорогой, его обмотали, да. Вот, допустим, стоит ящик, да, вот он с ручкой. Вот, можно его, значит, примотать. Все, что угодно. Там, при желании, на что фантазия у вас. Там электрический чайник стоит, там, наверное, на чайник там стоит у вас автоклав. Автоклав примотайте. Вот, то есть смысл в том, что украсть вещь можно, если обрезать шнур. Обрезать или его отсоединить и размотав, вытащить. Вот, но при любом этом процессе он будет орать. Сейчас я это продемонстрирую. То есть сигналка будет орать. Мы сейчас подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Итак, друзья мои, все. К примеру, жулик подходит, разъединяет. Она заорала, мне нужно все это дело размотать. Теперь, вот, вот, демки, тоже все нужно размотать. Размотал, и чтобы она заткнулась, чтобы она заткнулась, я должен ее соединить. Эта сигнализация, значит, вот самая простая. То есть на разрыв, да, разорвали. И мы ее, как бы, чтобы она замолчала, обратно ее замкнули. Вот. У данного производителя этих сигнализаций есть еще другая сигнализация. То есть мы ее, если ее разорвали уже, да, разомкнули, то она будет орать, пока мы не отключим ее от питания, от аккумулятора. Вот. Я такую себе, не знаю, может быть, потом закажу, и вообще не знаю, нужно или нет. Потому что, я говорю, смысл в том, что вот чем больше мы размотаем, тем больше мы замотаем, тем дольше разматывать. То есть смысл в том, что если один раз мы замотали, да, раз, и замкнули ее. Ну, в принципе, даже при этом все равно мы проснемся. Ну, если вот у нас под подушкой лежит, где-то там рядом в ногах, то мы по-любому проснемся. Неважно, это будет секунду или две, мы по-любому проснемся. Вот. И я думаю, не только мы. Вот. А если мы это обмотаем, там, скажем, 5-6 раз, соответственно, это все увеличится в 5-6 раз. То есть на 5-6 секунд вот эта ора, это круче любого будильника. Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент не было инцидентов, чтобы эти сигнализации, не важно, у этого производителя или у другого производителя, каким-то образом вскрывали и вещи вносили. Можно, наверное, вскрыть проводочки за это, замкнуть каким-то образом, сделать, значит, ну, это, да, разрыв цепи, обойти как-то это все это дело. Но это, представляете, все ночью, и это настолько гиморно, и надо знать вообще, как бы, цепочку вот этих вот проводов, какие там, куда, за что отвечают. Возможно, какой-то там мастер и ла-мастер все это дело сможет сделать, но это, опять же, повторюсь, все это делается в темноте, с фонариком. И если у вас еще стоит дополнительная сигнализация, скажем, тот же самый циклоп, вот, на периметр, то я думаю, что это, а ну его нафиг, как говорится, да, пойдем мы там, где плохо лежит. Ну, вот так скажет какой-то жулик и свалит от вашей лодки, от вашего двигателя подальше. То есть, повторюсь, да, обматываем все, 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 что можно, и чем больше, тем лучше, раз. То есть, там, 10 раз обмотали вокруг чего-то, неважно, даже хотя бы вокруг лодки, двигатель обмотали два раза, лодку обмотали, там, вон, там, парочку-троечку раз, и все, то есть, как бы, там, ну, какие-то еще, там, повторюсь, там, можно свои, там, ящики, какие-то, там, коробочки, там, что вы обмотаете. Все это приведет к тому, что нужно это все дело размотать, только тогда человек сможет все это дело утащить, скажем так. Ну, что, друзья мои, вот как-то так, вот такая сигнализация, которой пользуюсь я в определенных условиях. Продолжение следует...